Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Автомобили Opel имеют огромную армию поклонников, и эти автомобили успешно пригоняют из Европы. Сегодня мы вам расскажем про Opel Astra K. Встречаем! Astra K – это пятое поколение компактной модели Opel. Оно выпускалось только в виде пятидверного хэтчбека или универсала. Появилось в продаже в 2015 году. Во второй половине 2019-го случился рестайлинг, а в 2021 году ей на смену пришло новое поколение. Astra K довольно популярна. Их завозят не меньше, чем Focus 4-го поколения, а также Golf. Но лидер в этом сегменте всё-таки Megane 4-го поколения. Так вот, в большинстве своём эти машины завозят к нам с одной шестилитровым турбодизелем, о котором мы вам сегодня подробно расскажем. Opel Astra K не имеет явных проблем с кузовом, хотя можно отметить довольно-таки нежный лак, то есть он быстро царапается. В остальном стойкость к хоррозии у этого автомобиля хорошая, то есть пока не замечено проблем с протиранием краски, проблем с оптикой и другими кузовными элементами. Кстати, опциональные матричные фары, которые работают в паре с направленной вперёд камеры и отлично реализуют функцию избирательного освещения дороги. То есть из пучка фар вырезаются другие автомобили, не происходит ослепление их водителей, при этом дорога освещается дальним светом фар. Ну и кстати, здесь у нас обычные фары. И кстати, прямо сейчас в данный момент вот эта машина продается. Ссылочку мы оставили в описании к этому ролику. Салон Astra K сделан классно, он прибавил во вместительности. Добро пожаловать в салон! Качество материалов высокое, дизайн нескучный, мультимедийная система умеет работать с Android Auto и Apple CarPlay, то есть отзеркаливает смартфон. Поэтому актуальную навигацию для любого региона можно брать с телефона. Самый распространённый и популярный мотор на Opel Astra K – это турбодизель объёмом 1.6, то есть 1.6 CDTI. И это произведение инженеров компании Opel. И никакого отношения к однообъёмникам от итальянцев и французов этот двигатель не имеет. У такого мотора алюминиевый блок цилиндров, поддон и, конечно же, ГБЦ. Самая мощная версия на 160 лошадиных сил является битурбированной. И привод ГРМ с цепью одной, которая находится со стороны маховика. Так вот, эта цепь ГРМ и является самым главным недостатком этого мотора. Суть в том, что цепь начинает греметь, причём виновником её грохота по некоторым версиям является натяжитель. В нём недостаточно давления масла, чтобы цепь ГРМ была хорошенько натянута. Поэтому грохот цепи появляется после холодного запуска и пропадает, ну, секунд через 15. Если хорошенько прогазовать, то цепь тоже замолкнет. Некоторые владельцы отключают клапан, который управляет производительностью масляного насоса, чтобы он всегда работал на высшей ступени давления. Это тоже помогает в успокоении цепи. Но чаще всего владельцы решаются заменить цепь ГРМ на новую и вместе с ней сменить цепь маслонасоса. Дело в том, что эта цепь не имеет гидронатяжителя и частенько рвётся. И здесь главное вовремя заглушить двигатель, потому что сообщение о низком давлении масла появляется мгновенно. В любом случае для замены цепи ГРМ либо же для замены двух цепей надо вынимать либо вывешивать двигатель, отсоединяя его от трансмиссии. Новая цепь ГРМ оригинальная стоит 90 долларов, натяжитель стоит 40 долларов. Три направляющих успокоителей 55. Цепь маслонасоса и её успокоитель обойдутся порядка 100 долларов. Это минимальный комплект запчастей только по приводу ГРМ. Если будет обнаружен износ на трёх звёздок цепи ГРМ, то это ещё около 300-400 долларов. Самая дорогая звёздочка – нижняя двойная. Она приводится от коленвала и приводит цепь ГРМ. Неоригинальные качественные ремкомплекты цепи ГРМ с тремя звёздами обойдутся от 300 до 580 долларов. Но при этом придётся поменять немало деталей, нужных, такие как прокладку клапанной крышки, также сальники валов, также огнеупорные шайбы под форсунками. И ещё стоит заменить два резиновых кольца, которые уплотняют масляные каналы над масляным насосом. Такую комплексную операцию стоит производить с двигателями при пробеге около 200 тысяч километров и по мере увеличения шума в районе цепи ГРМ. И с этим лучше не затягивать, потому что из-за плохого натяжителя цепь будет касаться своего кожуха и стругать алюминиевую стружку, а затем перескочит, либо порвётся. Кстати, для замены цепи ГРМ не нужно никакого специального оборудования, так как метки есть на звёздах на цепи, а впускной распредвал фиксируется народным методом – сверлом сквозь отверстия в отливке ГБЦ и в его шестерне. Ну и ещё добавим, что проблема с натяжителем цепи у двигателей 1.6 CDTI появилась очень рано. И это печально, потому что на многих таких машинах двигатель поменяли по гарантии, и об этом обязательно должна быть отметка в сервисной книжке. Ну а в остальном эти двигатели показывают себя прекрасно. Ну да, встречаются некоторые мелочи иногда. Ну, например, неисправность электровакуумного клапана, управление геометрией турбины, ну или негерметичный интеркулер. Мало кто обращает внимание на то, что этот двигатель оснащён топливной системой от компании Denso. Пока в её адрес нареканий нет. Форсунки ходят примерно 300 тысяч километров, форсунки стоят 500 долларов, бэушные в пять раз дешевле. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Новый ТНВД – 1500 долларов. Но в «АвтоСтронг» есть и такая деталь. Стоимость примерно 100 долларов. После рестайлинга «Опель Астра К» получила совершенно новый турбодизель объёмом 1.5. Это рядная тройка с пластиковым поддоном, балансирами и с пластиковой клапанной крышкой. Цепь ГРМ там тоже есть и находится она со стороны шкива. Машин с бензиновыми моторами примерно в 4-5 раз меньше. И это несмотря на то, что инженеры компании «Опель» хотели сделать турбобензиновые двигатели максимально надёжными и экономичными. К тому же версии с бензиновыми двигателями дешевле. Базовый – это литровый трёхцилиндровый мотор. Также ещё предлагались двигатели 1.4, в том числе и с атмосферной версией, и с заводским оборудованием для работы на сжатом газе. Также очень редко встречается ещё турбированный двигатель 1.6, который производился ещё с 2010 года. Ну а после рестайлинга, то есть в августе 2019 года, «Острока» окончательно перешла на трёхцилиндровые двигатели. В турбодвигателе бензиновом 1.2 было тоже три цилиндра, то есть стало три цилиндра, как в дизельном двигателе 1.5. Все эти двигатели проблем не вызывают. Цепные моторы, а именно объёмом 1.0, 1.4 и 1.6 потребуют замену цепи ГРМ к пробегу в 200 тысяч километров. А мотор турбированный 1.2 имеет в приводе ГРМ зубчатый ремень. Так вот, на эти двигатели тоже нареканий нет. Их массово не меняли по гарантии. В общем, эти моторы служат хорошо и долго, и пробеги у них сейчас за 200 тысяч километров. С трансмиссиями у Opel Astra K всё хорошо. Любопытно, что с 1-литровым мотором устанавливалась старая 5-ступенчатая МКПП F17. Новые же, но более новые, трансмиссии М22 и М32 6-ступенчатые, работают в паре с двигателями от 1.2 до 1.6. И проблем с механическими трансмиссиями у Opel Astra K нет. До рестайлинга автомобили с моторами 1.4 и 1.6 опционально оснащались автоматической гидротрансформаторной трансмиссией 6T45. Эта противоречивая трансмиссия выпускается с 2008 года. Однако при появлении на Astra K она уже претерпела все возможные улучшения и радует адекватной надёжностью. Чтобы она не подводила, нужно частично в ней менять масло. Масло сливается снизу, заливается сверху через сапун. Уровень контролируется через боковую пробку. На частичную замену уходит около 4 литров АТФ типа Dextran 6. После рестайлинга напарником нового 3-литрового турбодизеля стал новый автомат 9T45. В основе него лежит шестиступенчатый собрат, поэтому проблем с надёжностью у него нет. Хотя об этом, может быть, говорить сейчас рано, потому что эти трансмиссии появились на автомобилях GM с 2018 года. Рекомендации всё те же – частичная замена АТФ Dextran 6 каждые 60 000 км. С августа 2019 года в паре с мотором 1.4 turbo с 145 л.с. стал доступен фирменный вариатор разработки GM. Такой же, кстати, получила и Chevrolet Malibu. Можно сказать, что это адекватный и вполне надёжный вариатор. А если говорить о машинах, которые были пригнаны из Европы, то, скорее всего, все его детские болячки были устранены по гарантии. В нём можно и нужно менять АТФ с допуском C, V, T, F, N, S3, J4 и фильтр. И, кстати, помните, что прямо сейчас эта машина продаётся. Ссылочку мы оставили в описании к этому ролику. А также напоминаем вам, что помимо отличных БУ запчастей, в «АвтоСтронге» есть абсолютно новые запчасти. Так что звоните, пишите нам и заходите на наши сайты. Будем рады. Также у нас есть ещё подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаём байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен байк – обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки я оставил в описании. Ну что, мы на «Исто» и продолжаем. Пыльники передних амортизаторов при пробеге в 150 000 километров просто рвутся. Пыльники по стоимости от 8 до 16 долларов. В задней подвеске у этих автомобилей установлена скручиваемая балка, которая укомплектована в большинстве случаев механизмом «УАТТО». Но есть, то есть встречаются машины, как в нашем случае, без дополнительных тяг. Так вот, между этими тягами есть цилинд-блок, и он начинает стучать при пробеге в 200 000 километров. Стоит от 20 до 80 долларов. В остальном в задней подвеске ломаться нечему. Здесь нет даже стоек стабилизатора. Амортизаторы стоят от 60 до 110 долларов. Оригинальные – дороже 250. Задние ступичные подшипники дорогие. Не оригинал стоит примерно 180 долларов, а оригинальные ступичные подшипники дороже 500. Вернемся к передней подвеске. Передние амортизаторы стоят от 110 до 160-180 долларов, а оригинальные – 380 долларов. Опорные подшипники стоят от 60 до 150 долларов. Оригинальные передние рычаги стальные с несъемной шаровой. Оригинал найти трудно, но цена в 650 долларов отталкивает. По оригиналу можно купить задний сайлентблок, он стоит 120-150 долларов, а заменители от именитых производителей примерно 25. Ну, а вообще весь рычаг по злостному неоригиналу стоит 90 долларов. Оригинальные стойки переднего стабилизатора обойдутся в 50 долларов. Заменители – примерно 10-35 долларов. Втулки стабилизатора по оригиналу не продаются. Не оригинальные стоят примерно 5-10 долларов. Ступичные подшипники стоят от 60 до 180 долларов, а оригинальные – более 400 долларов. В общем, передняя подвеска не требует вмешательства до пробега в 200 тысяч километров. Ну, разве что стойки стабилизатора придётся поменять при пробеге 1080. Ну что, мы изо всех сил собирали информацию про Opel Astraca. И, как видите, было выявлено нами не так уж много слабостей. Да, самый популярный двигатель наверняка заставит владельца раскошелиться на обновление привода ГРМ. Но перед этим машина вас оповестит характерным шелестом и хрустом этой самой цепи. Главное – слушать двигатель на холодную. Ну, а в остальном – это просто песня. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».